Крещение Господне – один из главных христианских праздников. Во всех храмах Видновского благочения 18 января прошли утренние богослужения, а в ночь на 19 января совершались молебны по великому освящению воды, которую прихожане несли домой для применения ее в поседневной жизни. Другая христианская традиция – погружение в прорубь, в крещенскую ночь. В Ленинском районе были оборудованы места для благочестивого купания. Наша съемочная группа побывала в деревне Опаренке, на пруду, расположенном на территории учебной части МЧС. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Великий чин освящения воды в ночь христианского праздника Крещения Господня проходил и в храме-часовне Александра Невского в деревне Опаренке. Часовня не могла вместить всех пришедших на молебен. Несмотря на мороз, люди проникновенно молились у ее стен. Основная же масса людей, пришедших на крещенское купание, собралась на пруду недалеко от храма. Мы приехали из Люблиной сюда, знаем давно отца Дмитрия, поэтому приезжаем сюда уже не первый год. Вот с детишками, все семьей большие, все маленькие, все купаемся. Приехали купаться, водички набрать. Тепло не когда на юге отдыхаешь, вот тепло внешне. А когда окунешься, выходишь, и вот это какое-то внутреннее тепло. Когда выходишь, люди, которые еще не заходили, в шубах стоят, что-то холодно, там метель, снег, мороз. А у тебя вот такое душевное, хорошее тепло, и тебе так хорошо. И вот только ради вот этого можно прийти, окунуться, помолиться, сказать большое спасибо. Пруд, где вот уже более шести лет собираются люди на великий христианский праздник крещения Господня и купание в нем, находится на территории учебной части МЧС деревни Опаренки. Здесь довольно комфортные условия. Спасатели имеют всякие технические средства. Для верующих предоставлены обогреваемые палатки для переодевания, раздельные мужские и женские, полевая кухня, свет. Дежурят и спасатели, и водолазы, и скорая помощь. И, в общем, все службы на сраже для того, чтобы обеспечить безопасность купающихся. Отлично. Ой, супер, просто супер. Всем желаю доброго здоровья, счастья, благополучия, удачи, успехов, радости. Трудами и молитвами настоятеля храма-часовни Александра Невского в Опаренках с каждым годом желающих ощутить на себе святую исцеляющую душу и тело крещенскую воду в этом месте становится все больше. Многократно приезжаем сюда с семьей и детки, знакомых привлекаем. Так что все хорошо, всем здоровья, удачи. Купание в Бога явления – благочестивый обычай, но чудесных действий крещенской воды удостаивается тот, кто искренне заботится о своей духовной чистоте. Людмила Медведева и я, Дамия, Наталья Буслаева, Видное ТВ.